Новые монеты почти ничем не отличаются от предыдущих. На них лишь обозначен год выпуска 2015-й. Всего изготовили 14 миллионов одноцентовых монет и более 17 миллионов двухсентовых. Коллекционерам, чтобы заполучить их в коллекцию, нужно почаще делать мелкие покупки, либо же приобрести монеты в музее Банка Эстонии или интернет-магазине. Новых центов должно хватить по меньшей мере на пару лет. Начиная с момента перехода на евро, Банк Эстонии заказывает мелкие монеты в третий раз. Конкурс выиграло литовское казначейство. Других монет дополнительно заказывать не приходилось, и их пока хватает. Однако мы следим за ситуацией. Возможно, возникнет потребность и в других монетах. Предыдущий тираж мелких монет был изготовлен в 2012 году в Голландии. К сожалению, инфляция неумолимо обесценивает мелкие деньги. В некоторых странах одноцентовые монеты просто исчезли. Экономически они перестали быть целесообразными. Однако у нас они все еще остаются обычным платежным средством. Причина, по которой нам пришлось опять заказать монеты достоинством в 1,2 цента, видимо, заключается в том, что для людей они не представляют большой ценности, и поэтому оседают на дне кармана в вазочках, копилках, потаенных уголках. Как правило, они не проходят полный цикл, и из обороток нам почти не возвращаются. Мы в банке это ощущаем. Осенью ожидается появление новой монеты достоинством 2 евро. Она будет посвящена 30-летию флага Евросоюза. Это согласованная акция стран Еврозоны. Эстонии разрешено изготовить 350 тысяч монет. Большая часть из них поступит в обычный оборот. Но опыт показывает, что новизматы разных стран готовы для своих коллекций вывести из оборота даже столь значительное число монет. Владимир Михалков, Сергей Паврядуха, Первый Балтийский канал.